Энергия развития Верхней Волжи 2021. Под таким девизом в Твере 4 марта прошел форум муниципальных образований. В нем традиционно принимают участие руководители региона, представители федерального собрания, областного парламента, территориальных подразделений федеральных структур, главы муниципалитетов и общественники. Как обычно, подводятся итоги работы за последние пять лет и определяются ключевые направления развития на ближайшие годы. Прямую трансляцию форума ввел и телеканал «Тверской проспект. Регион». Подробности с мероприятия, прошедшего в бизнес-центре «Тверь» на Смоленском, 29, в нашем первом материале выпуска. Выступая на форуме, Игорь Руденя подвел итоги пятилетней работы на благо региона. Во-первых, это экономика, без которой невозможно успешное развитие остальных сфер жизни. Начиная с 2016 года, властям Верхней Волжи удалось привлечь более 60 миллиардов рублей инвестиций. Во многом это стало возможным благодаря созданию максимально благоприятного климата для компаний, которые решили вложить свои средства в Тверскую область. Мы с своей стороны представляем земельные участки, дороги, энергетику, подключение к водоснабжению и специальные налоговые режимы, которые даются на первых этапах развития крупных инвестиционных проектов. Если говорить про средний малый бизнес, это проекты «Мой бизнес», это проекты «Оборотный капитал», это программы льготного кредитования, это фонд поддержки промышленности. Инфраструктура особенно важна не только для инвесторов, но и, конечно же, для местного населения. Огромные успехи в развитии качественной дорожной сети и не только, отметил присутствовавший на форуме сенатор Российской Федерации Тверской области Владимир Лукин. Строительство благосостоятельных обществ и в Европе, и в Америке началось именно со строительства дорог, со строительства инфраструктуры. Поэтому то обстоятельство, что сейчас вперёд пошло по-настоящему строительство дорог, инфраструктуры, а также и жилья, и медицинских учреждений и так далее, это очень важная часть. Ещё одним важнейшим направлением является демографическая политика. Здесь региональное правительство выделяет три момента. Первый – это медицина. В Волосном центре в минувшем году открылась современнейшая детская поликлиника. Проектирование аналогичных новых учреждений ведётся в Кимрах, Таршке и Твери. Началось строительство детской областной клинической больницы, которая станет одним из самых современных проектов детских медцентров России. Второй момент – социальная инфраструктура. Общаясь с журналистами, губернатор напомнил, с чего он начинал пять лет назад и какую картину мы наблюдаем сейчас. Если вы помните, мы с вами приезжали на первый объект в Чуприяновке. Недостроенный детский сад, который был брошен подрядчиками. И мы проанализировали ситуацию и договорились, что в год мы будем открывать не менее одного социального объекта. Вот сейчас получается, что 3-5 объектов. В зависимости от темпов строительства мы открываем уже совершенно нового качества современных детских садов. Третий момент – стимулирование рождаемости. Сейчас в Тверской области предоставляется более 50 видов помощи семьям. Существенно расширен региональный комплекс мер поддержки. Это льготы по оплате коммунальных услуг, сертификаты на приобретение автомобиля, освобождение от транспортного налога и многое другое. Более 800 молодых семей получили средства на решение жилищного вопроса. В итоге в регионе активно растет число многодетных семей. Буквально за год плюс тысячи многодетных семей я уверен, что наша общая работа, работа вместе с главными муниципальных образований, с общественностью, с волонтерскими организациями, с самими молодыми семьями, которые принимают решения по рождению новых детей – это очень важная работа, которая дала свои плоды. Традиционно в форуме муниципальных образований принимают участие и представители законодательной власти. Спикер регионального парламента отметил совместную продуктивную работу с правительством Верхней Волжи. Те законы, которые принимало законодательное собрание, которое касалось и транспортной реформы, и передачи полномочий по многим сферам, связанным со строительством и благоустройством, и то, что касается нашего закона о детях войны – вот это плод нашей совместной работы. Важным моментом форума муниципальных образований является обозначение перспектив на ближайшие годы. Фундаментом развития региона, по словам Игоря Руденя, является демографическая политика, возвращение государства в ЖКХ, энергетику, сферу общественного транспорта. Кроме того, губернатор поставил задачи главам муниципалитетов – нужно активнее заниматься строительством новых детских садов, школ, фапов, домов культуры и других социальных учреждений, контролировать качество подготовленных проектов, непосредственно работы и сроки их исполнения.